Продолжение следует... И надо сказать, что они это сделали крайне интересно. Советую следить внимательно, а сейчас давайте встречаем аплодисментами. Всем привет, меня зовут Женя, я являюсь следом одной из внутренних команд Kiwi. И где-то последние полтора года мы используем микрофонты на наших внутренних проектов. Сегодня я бы вам хотел рассказать о двух частях. О developer experience при разработке и observability микрофронтов. Сегодня по плану я вам расскажу небольшую предысторию, какой у нас вообще use case использования микрофронтов. И также кратко в теории расскажу, как можно организовать микрофронты. И здесь на этом этапе выделю несколько проблем, связанных с devx, observability. А дальше расскажу на примере нашего подхода, как мы их решаем. Моя команда работает в продукте Dev2Dev. Это такой внутренний продукт, где мы создаем какие-то инструменты для разработчиков. Наша цель повысить продуктивность через создание технических решений или изменение каких-то процессов. У нас есть 8 разных команд разного направления. У нас есть DevOps, у нас есть XQA, есть платформенные команды, которые создают библиотеки, платформы, используемые языки в компании. И нам хотелось свести все наши сервисы, которые мы создаем, в единое пространство, чтобы разработчику не было необходимости думать, что у нас 150 сервисов на разных доменах. Хотелось, чтобы для него это было единое пространство разработчика, где он заходит и все выглядит, как одна большая спашка, а на самом деле это разрабатывают разные команды. И параллельно существовала идея в других продуктах использования микрофронтов, но она никогда не осуществлялась, потому что было страшно заиспользовать. И мы решили, почему бы не попробовать, а если подход взлетит, то презентовать это уже внешним продуктом. Микрофронты звучат на конференциях последние, наверное, несколько лет. Но я кратко напомню, что это такое. Это, по сути, микросервисный подход при разработке клиентской части. И самый ранее явный пример – это виджет погоды. Еще даже до изобретения термина микрофронтенд, виджет погоды соответствовал его принципам. Потому что здесь у нас были отделены полностью релизные циклы, циклы сборки, тестирования. То есть мы, подключая себе такой виджет, никогда не думали о том, что он обновляется, когда у него обновление вышло. И разработчики этого виджета даже не задумывались, что на каком-то специфичном сайте стоит. Они знают, что просто к кому-то подключается. И если рассмотреть плюсы и минусы в теории чисто, то плюсы полностью повторят микросервисы. У нас есть независимая разработка, есть независимый деплой и откат. Можно инкрементально апгрейдиться, что очень важно на самом деле, так как мы можем по частям переезжать с одного фреймворка на другой или, например, просто версию библиотеки обновлять. Но к минусам я бы отнес специфичные штуки для именно фронта. Это в первую очередь отсутствие готового решения. Несмотря на то, что есть даже фреймворки какие-то микрофронтовые, есть какие-то библиотеки, которые немножко позволяют упростить разработку. Всегда в них чего-то не хватает. Если на бэкэнде уже есть куча сложившихся паттернов, которые можно просто брать и применять, то здесь такого нет. А так как мы еще и пишем на JavaScript, а код у нас выполняется в браузере, то мы не можем достигнуть настоящей изоляции. Есть разные хаки, чтобы ее получить, но на самом деле все равно где-нибудь дай протечет. И тут даже речь не о том, что мы каким-то образом специально можем повлиять на другой микрофронт. У нас есть куча библиотек, куча транзитивных зависимостей. Мы никогда не смотрим, что там внутри обновилось. И мы не знаем, как эта библиотека, например, поведет себя, если она запустится на веб-сайте три раза подряд, потому что у нас она в трех микрофронтах. И за этим очень сложно следить и на самом деле легче смириться, чем бороться. И, конечно же, как и в микросервисах, у нас каждый отдельно микрофронт может быть прекрасным просто, но все вместе оно превращается в сложную систему, где никто не может рассказать, как оно все работает. И найти человека, который понимает весь процесс от начала до конца, тоже может не получиться. И если с плюсами понятно, это, по сути, то, чего мы хотим достичь, то вот с минусами хочется либо их снизить, либо вообще, чтобы их не было. И, на мой взгляд, влияние этих минусов будет зависеть от способа интеграции, который мы выберем. Глобально можно разделить два подхода по интеграции. Это build-time и run-time. Build-time – это интеграция во время сборки. То есть мы собираем наш огромный проект на этапе CICD и пользователю доставляем один артефакт. Здесь, на самом деле, это очень надежный и простой способ. И для того, чтобы его подключить, заиспользовать, достаточно подключить к себе какие-то… оформить сборку каких-то микрофронтов, пакеты или просто настроить в Workspace. Но самая главная суть, что, на самом деле, мы здесь не достигаем независимости, потому что для того, чтобы нам зарелизить реальное приложение, все равно придется обновить вот это вот центральное, которое все подключает. И это, получается, не совсем микрофронтовый подход. С другой стороны, есть run-time интеграция. Это интеграция во время выполнения уже прямо у клиента в браузере, либо иногда можно на уровне веб-сервера еще это объединить. Здесь уже интереснее, так как, по сути, мы здесь получаем действительно независимые циклы разработки, тестирования, деплоя и отката в том числе. Но здесь есть разные решения, например, модуль федерейшн, сингл и спа. Их можно между собой комбинировать. Но, на мой взгляд, это низкоуровневые решения, которые не позволяют масштабировать это на уровень компании, потому что нужно будет все равно написать что-то свое вокруг этого всего. И даже уже на этом этапе, просто ознакомившись с теорией, можно выделить первые трудности. То есть, во-первых, происходит смена парадигмы разработки. То есть, это некомфортно. Нужно постоянно думать о том, что мы теперь не просто из па-шку делаем, а микрофронты. Если мы берем какое-то готовое решение типа фреймворка микрофронтового, то нам нужно его изучить. Это тоже, во-первых, ломает подходы к разработке, во-вторых, нужно больше времени на адаптацию. Либо вообще написать свой, что даже не знаю, что сложнее. И хотелось бы не ломать текущие подходы, особенно учитывая вот нашу специфику, так как, например, у нас фронт могут писать не только фронтендеры, но и бэкендеры, потому что команды кросс-функциональные. И если там что-то небольшое нужно поправить, то бэкендер тоже это может сделать, в принципе. Касательно нашей реализации, мы пошли по пути рантайм-интеграции и взяли модуль Federation. Federation – это встроенный плагин в веб-пак 5, который позволяет оперировать модулями между сборками в рантайме точно так же, как мы это делаем в рамках одного проекта. То есть в рамках одного проекта мы можем что-то экспортировать, можем что-то импортировать и таким образом состыковать в рантайме два приложения. Он позволяет настраивать общие зависимости, списки допустимых версий, что тоже важно, чтобы мы указали, что у нас, например, есть React, он переиспользуется между пятью приложениями и он должен быть синглтоном еще вдобавок. И почему он? Потому что он в первую очередь не зависит от фреймворков, библиотек и включен вот в чистый веб-пак. То есть вероятность, что он отпадет в ближайшие пару лет, наверное, все-таки поменьше, чем взять какую-то неизвестную библиотеку. И плюсом можно использовать его в качестве базы для своей имплементации. У него достаточно богатая API уже прямо из коробки, которую можно использовать. Но если даже этого недостаточно, можно пойти на уровень ниже, внутри себя используют три плагина. Можно спуститься на их уровень и уже написать свой модуль Federation на стероидах. Если посмотреть, как выглядит конфигурация, на слайде пример для ремоута, это то, что мы будем подгружать. Это, по сути, сам микрофронт в привычном понимании. Здесь мы указываем, где будет доступен контейнер после загрузки. То есть в этом примере в window.ui kit мы найдем экспортированный микрофронт. Указываем, куда будет имититься entry point. Entry point – это, наверное, одна из самых ключевых частей модуль Federation. Это файлик, в котором содержится описание всего контейнера. То есть там содержится, какие модули экспортированы, какие общие зависимости нужны и какие будут предоставлены из сборки. То есть этот файлик подгружается всегда при старте приложения, даже если мы еще не импортировали никаких модулей из него. Это нужно, чтобы наполнить вот этот общий контекст общих зависимостей и выбрать нужные версии. Файлик небольшой, там, по-моему, что-то в районе 8 килобайт, если я не ошибаюсь. Секция Exposures, в котором мы указываем просто то, что у нас в данном примере кнопка будет доступна под именем кнопка, а в другом приложении это будет выглядеть как обычный динамический импорт. И можно указать список общих зависимостей. В данном случае пример React и то, что он Singleton. Требуемая версия текущая автоматически на основании пакет Джессона потянется. Там есть куча настроек, связанных с общими зависимостями. Их можно переименовывать, что-то другое подкладывать, в другой шерерскоп складывать. Это, грубо говоря, коробочка, в которой мы наполняем контекст общих зависимостей. Но я их рассматривать подробно сейчас не буду. Главное то, что мы можем указать, что у нас есть React, он Singleton, и у нас есть требуемая версия. А дальше он сам по симверу поймет, где, откуда, что взять. Конфигурация хоста – это тот, кто будет подгружать к себе микрофронты, то есть такой главный источник входа. По сути, здесь самая важная секция Remotes. Мы указываем то, что под именем UIKit через код может быть доступен импорт микрофронта. А через собаку мы указываем URL, откуда мы загрузим entry point. То есть, либо же мы можем здесь написать promise, который найдет этот entry point в рантайме. Но самое главное в случае, что он все равно подгрузится при старте приложения до вообще инициализации всего кода. И на самом деле, если взять этот модуль Federation, настроить его в одном, двух, трех проектах, то это будет достаточно некомфортно с точки зрения разработчика. В первую очередь, потому что мы хотим создать новый проект, и у нас сразу всплывает ряд проблем. Нам, во-первых, нужно согласовать подход с соседними командами, так как, как я сказал, вот эта загрузка entry point, ее можно кастомизировать очень сильно и получить две реализации, которые несовместимы с друг другом, вполне реально. И тут не только нужно согласовывать подход, то, что мы будем использовать микрофронты, нам нужно низкоуровневые детали согласовать, где мы будем хранить, как будем хранить, как будем удалять старое, вдруг у нас там бакет переполняется. Вручную, конечно, все это засетапить, не забыть реализовать обработку ошибок, потому что нам надо помнить, что у нас может отвалиться не только теперь на уровне, как будто у нас реакт-приложение какое-то, но еще до загрузки вообще всего этого дела. Здесь бы хотелось, конечно, единый стандарт и какой-то готовый шаблон, но вот когда мы переходим уже к разработке, то становится чуть-чуть сложнее, потому что непонятно, как нам переключать конфигурации, использовать разные стенды, потому что в модуль федерейшене, как я показывал, мы указываем URL до того места, где находится entry point. Мы можем это, конечно, спрятать через if и какую-то переменную окружения, чтобы взять из, например, при локальной разработке, взять из тестинга. Но у нас таких стендов 4 как минимум. Там дерево if будет интересно. И еще нужно запоминать, где что хранится, потому что оно может в разных местах быть. Нужна экспертиза в модуль федерейшен. И тут, скорее всего, не то, что кто-то один должен в команде изучить. Скорее всего, все должны изучить и все должны понимать, потому что каждому придется в эти конфиги лезть и что-то править. И с чего бы хотелось получить-то? Работа вот аналогичная, вид React Scripts. То есть мы ничего не конфигурируем, мы просто поставили в себе проект, и оно работает. Оно работает, как обычная спашка, а при необходимости мы можем взять и подключить к себе любой микрофронт. Должна быть обязательно возможность поднять отдельно фронт, без необходимости поднимать все соседние. То есть если мы подняли приложение, которое использует 5 микрофронтов, вот эти 5, мы вообще даже не должны задумываться о том, что это и является микрофронтами. Должна быть обязательно возможность использовать фичи ветки. То есть когда мы создаем pull request, автоматически должен подняться какой-то тестовый стенд, где мы можем посмотреть этот pull request. И, конечно же, при этом не хочется разбираться в модуль федерейшен, чтобы это все реализовать. Если мы доходим до этапа релиза, то оказывается, что CICD придется реализовывать с нуля, потому что модуль федерейшен предоставляет, конечно, интерфейс для того, чтобы пошарить модули, что-то экспортировать. Но он абсолютно ничего не говорит о том, как мы это должны деплоить и поддерживать. И из коробки не работает в нескольких окружениях. То есть придется что-то придумать, чтобы оно завелось с одним билдом на сразу нескольких стендах. И хотелось бы получить, во-первых, быстрый релиз и откат буквально по одной кнопке. Я имею в виду, что это может быть какая-то таска в TeamCity либо отдельный веб-интерфейс, где мы через одну кнопку выкатываем версию и сразу же откатываем без каких-либо дополнительных телодвижений. Мы должны иметь один билд на множество окружений. То есть мы не должны пересобирать на каждое окружение нашу сборку. Потому что, во-первых, есть вероятность того, что случайно что-то пойдет не так, и у нас в тестинге и в проде окажутся разные версии. Не то, что мы тестировали. А во-вторых, это банально дольше. И обязательно должна быть изоляция окружений. То есть мы не должны из прода никаким образом повлиять на тестинг и наоборот. И мы не должны, чтобы пользователи, которые пользуются продакшеном, могли узнать, что у нас происходит в тестовой среде. Например, какие-то конфиги увидеть. И если мы доходим до этапа сопровождения все-таки, то встает ряд вопросов, то что, а как вообще понять, как связаны между собой микрофронты? Единственный способ, который сразу приходит, ну, можно по репозиторию, по конфигам посмотреть, все сопоставить. Но это такой себе способ, потому что микрофронты могут меняться довольно часто и за всем не уследишь вручную. И в случае каких-либо проблем, искать откуда именно эта проблема пришла, тяжело. Учитывая то, что ситуация, в которой две команды покрутили на стройке, а сломалась у третьей, вполне возможно, потому что у нас нет настоящей изоляции. И вот тут хотелось бы какой-нибудь единый дашборд, где мы все увидим. Когда что у нас зарелизовалось, какие где версии используются, какие общие зависимости вынесены. А может какой-то общей зависимости даже и не хватает. И вот чтобы решить вот эти вот все проблемы, мы сформировали следующую концепцию. В первую очередь мы форкнули React Scripts. Это было где-то полтора года назад. Тогда была только четвертая версия, а пятая, по-моему, в бете. И нам нужен был пятый веб-пак, а свой аналог мы писать не хотели. Поэтому мы форкнули, обновились на пятый веб-пак и выкинули все, что для нас было не нужно. То есть там, по-моему, поддержка Flow еще где-то оставалась. Мы это повыкидывали. Получилось приятно, потому что оно теперь работает для SPH обычных. Можно просто обновить и как бы даже плюс становится. А с другой стороны мы микрофронтовый функционал прячем под отдельный плагин. И даем возможность его использовать вне наших скриптов. Но эти скрипты как бы boilerplate являются. И вот этот микрофронтовый плагин – это, по сути, абстракция над модуль федерейшеном. Он упрощает конфигурацию, во-первых. То есть у нас появляется два дополнительных поля. Апнейм – это имя приложения и версия его текущая. То есть апнейм у нас, скорее всего, будет за хардкоженную строку. А версию мы будем брать, например, текущую версию коммита. Текущий хэш коммита. Секции exposed и shared без изменений остаются. А вот remote – теперь мы не указываем, откуда и каким образом мы будем загружать наши микрофронты. Логику по тому, как это имя превратится в реальный загрузчик, спрятано в этом плагине. И разработчику нет возможности вообще повлиять на это. Это первое. Он упрощает конфигурацию. Второе. Он собирает манифесты о приложении. Манифест – это, по сути, JSON, который формируется в ходе билда и описывает его один аспект. Например, есть open-source такие плагины, которые собирают статистику по пассе. Сколько что весит, когда оно поменялось и все такое. У нас есть похожий плагин, называется Federation Manifest Plugin. Он есть в open-source. Справа ссылка на QR-код на GitHub. Но если не работает, то можно зайти просто на github.com.kivi и набрать модуль Federation. В чем суть этого плагина? В том, что он во время билда собирает информацию о том, какие модули были использованы, какие микрофронты были использованы, какие общие зависимости вынесены, причем с конкретными версиями. И это работает, получается, на уровень самого веб-пака. Если мы что-то, например, импортнули, мы это точно узнаем. Это не по регуляркам, грубо говоря, парсингов. И, например, имея пачку таких манифестов для двух приложений, можно сопоставить, что в данном случае у нас слева хост, справа remote. И в control panel мы импортировали модуль navigation menu. А справа манифест этого, собственно, контрольной панели. А там нету даже экспортированного в модуле. И таким образом можно до этапа релиза выявить то, что что-то пошло не так. Используя секции Provides и Consumes, мы узнаем, какие версии React, например, будут выбраны в действительности. И заранее определить то, что у нас это не заработает. И не нужно будет это проверять даже на тестовой среде. Это отлавливается заранее. И таким образом процесс сборки выглядит следующим образом. Параллельно на этапе сборки и загрузки артефактов, мы параллельно с тем, как загрузить ассеты какие-то на хранилище, на S3, неважно куда, мы пачку манифестов таких отправляем в Microfront API. Это сервис, о котором я еще чуть-чуть дальше расскажу. Но сейчас самое главное, что он умеет все эти манифесты сохранять и запоминать инфу о них. А когда нам нужно что-то зарелизить, он, грубо говоря, в табличке добавляет новую строчку, что мы выкатили вот такую версию. А сейчас бы я хотел перейти к другой проблеме, к runtime конфигурации. Представим, что у нас есть обычная SPA, и мы хотим реализовать то, что мы собрали образ один раз, но у нас есть разные конфиги в зависимости от того, в какой среде мы выполняемся. Самый простой способ – это на уровне веб-сервера, например, Nginx, указать, что у нас есть специальный location конфиг, и в зависимости от переменной окружения взять нужный. Но в микрофронтах такой подход не будет работать, точнее, не всегда будет работать, потому что у нас микрофронт – это набор статики, набор сохраненной статики. Он может не иметь своего отдельного веб-сервера, и вообще мы не знаем, с какого именно домена, с какого именно веб-сервера зайдет человек, и настроить проксирование будет достаточно тяжело. Поэтому мы решили чуть-чуть изменить такой подход. У нас, несмотря на то, что у микрофронты, у нас всегда есть какой-то веб-сервер, нам где-то откуда-то нужно получить индекс HTML. И мы решили, что по специальному префиксу MF у нас будет проксирование на внутренний discovery, который уже по имени микрофронта сможет отдать конфиг и entry point. Этот discovery использует ту же базу данных, куда микрофронт API на аптапе билда загрузил. И таким образом Discovery у нас знает, в каком окружении он находится, он знает, какая версия сейчас является актуальной и просто отдает эту инфу. И на самом деле эти два сервиса вообще можно объединить, один в другой, но мы их разделили, во-первых, с точки зрения безопасности, потому что у нас микрофронт API может проводить релизы, и не хотим мы его открывать наружу. С другой стороны, есть требования по производительности, если у микрофронтовой API, неважно, за сколько релиз прошел, за 2 или 3 секунды, да можно даже, наверное, за 10, то Discovery должен как можно быстрее отдавать эти entry point, конфиги, и при этом, возможно, реализовать какое-то кэширование, рейт-лимитинг и все вот такого. Поэтому мы эти два сервиса разделяем. И таким образом конфигурация выглядит очередным манифестом, который мы собираем и загружаем микрофронтовую API, а Discovery умеет распарсить этот JSON и получить нужную конфигурацию. С точки зрения разработки это выглядит следующим образом, то что у нас есть специальный файлик в корне репозитория, репозитория называется runtime-config-json, и мы там просто описываем под каждое окружение, какой конфиг у нас будет. А в коде импорт будет доступен через специальное имя, решетка конфиг. Под капотом на самом деле с помощью модулей вепака будет сделан асинхронный запрос в бэкэнд, чтобы это подгрузить. Но для разработчика он этого даже не замечает, потому что для него это как будто синхронный импорт, как будто мы JSON-чик какой-то рядом импортировали. И это тоже важно вот такие вот мелочи как бы соблюдать, потому что если мы будем перекатывать какое-то приложение с обычного подхода на микрофронтовый, то как минимум вот в таких мелочах уйдет очень много времени, чтобы переписать всю конфигурацию на асинхронную, потому что окажется, что какая-то библиотека должна инициализироваться сразу, а там у нас уже промисы пошли. В общем, иногда это тяжко. И с точки зрения разработчика использование платформы выглядит следующим образом. Во-первых, чтобы поменять конфиг, чтобы была возможность использовать микрофронты, достаточно изменить три строчки в пакетже Sony и получить аналогичный набор фичей. Плюсом можно подключить себе микрофронты. Можно мигрировать в существующее приложение, по сути подключив к себе один дополнительный плагин и не копаясь в его настройках. И на этом этапе уже вопросы загрузки, деплоя, конфигурации и всего такого решены на уровне платформы. Не нужно париться об этом и думать. И возвращаясь к концепции, у нас получается, есть плагин, который собирает манифесты, потом опишка, которая их умеет сохранять, проверять и проводить релизы. И discovery, который использует ту же самую базу данных и резолвит нам entry point и конфиги. Но тут я ни разу не затронул тему деф-режима. Вот представим, что у нас есть обычная SPH на 3000 порту. Мы подняли еще одну. И теперь хотим соединить их через микрофронты. Как я сказал раньше, мы подключаем микрофронтенд плагин и у нас запросы по специальному префиксу два нижних подчеркивания MF начинают лететь запросы за entry point и конфигом. В продакшене и в тестинге это все будет перехвачено веб-сервером и спроксировано на внутренний discovery. Здесь у нас, казалось бы, такой возможности нет, потому что мы просто эту статику раздаем и все. Но на самом деле все запросы-то принимаются веб-пагдев-сервером, который может в себе содержать экспресс-медалвары. И мы написали такую медалвару, которая перехватывает все запросы по этому пути и проксирует либо на соседний локал-хост, либо уже во внутреннюю сеть на discovery. У нас discovery развернут под каждое окружение в отдельных кластерах кубера, и поэтому мы просто выбираем это. А чтобы это было удобно, то у нас по специальному пути тоже раздается, по сути, SPH-ка полноценная, в которой разработчик может покликать, поменять версии, посмотреть, какие текущие конфиги есть. И выглядит это примерно вот так вот. Здесь у нас слева отображается список, какие точники у нас вообще существуют, то есть testing, prod, какие-то локал-хосты и куча ремоутов, которые подключены у нас. У каждого мы можем нажать кнопочку и взять из другого стенда. Касательно наблюдаемости. Тут я имею в виду то, что нам важно понимать, какое внутреннее сейчас состояние имеет система по ее внешним проявлениям. Все, что мы используем для обычных SPH-ек, оно точно так же может быть применено и для микрофронтов, поэтому говорить о Sentry или о ее аналогах вообще не имеет смысла. Но вот за микрофронтовой спецификой как-то нужно приглядывать. И тут я приведу пример. У нас, например, представьте, что вы новый разработчик, вы приходите в проект и вам говорят, ну, у нас вот какая-то такая микрофронтовая схема. И у вас сразу возникает несколько вопросов. Почему у нас вообще 4 версии React? Какая и где у нас используется в действительности? Почему у нас есть отдельный шейроскоп? Напомню, что шейроскоп – это, по сути, коробочка, в которой мы складываем общие зависимости, и они таким образом могут не пересекаться. А что будет, если я удалю один из микрофронтов? Потому что вот в правом нижнем углу у нас висит как будто бы неиспользуемый микрофронт. Но на самом деле самый главный вопрос – как вот об этом узнать, не спрашивая никого, не разбираясь в конфигурациях, не ходя по репозиториям, и при этом не хочется еще и документацию писать. И на самом деле у нас эта проблема решена уже на концептуальном уровне, так как я говорил. У нас сохраняются все манифесты, все истории билдов, вплоть до того, какие файлики именно имитились. Поэтому остается эту информацию отобразить. Мы сводим всю эту инфу в единый дашборд, где можно посмотреть, какие микрофронты у нас есть, когда последние билды были, как часто вообще он билдится. Если мы провалимся в один микрофронт, то будет видно, какие версии где находятся, какая история вот этих сборок. Если провалимся еще глубже в саму сборку, то можем посмотреть, какие у нас ремоуты используются. Например, здесь у нас 6 или сколько микрофронтов используются, и видно, какие модули мы именно оттуда взяли. Также видно, какие общие зависимости предоставлены. И вот в этом случае ничего не экспортировалось, поэтому оно не отображается. В общем, вся инфа сводится в этот дашборд. И таким образом вообще для разработки получается полное абстрагирование от вот этих деталей по типу модуль федерейшн и всего такого. При локальной разработке у тебя есть деф-менеджер, после релиза ты смотришь здесь, и все, тебе больше ничего не нужно. И если окинуть эту систему сверху взглядом, то она на самом деле достаточно простая. Мы создаем манифесты, сохраняем их, а потом меняем запись таблички. А на основе этого уже работают остальные фичи, например, discovery, дашборда, валидации, деф-менеджер. Но эта схема не специфична на самом деле для модуль федерейшн. Модуль федерейшн – это, по сути, маленький кирпичик, который позволяет нам вынести общие зависимости и экспортировать модуль. Точно так же можно взять свою какую-то технологию, можно вообще что-то свое написать и по такому же принципу следовать. Но самое главное здесь, то, что для разработчика вот эта вот все пирамидка, она для него спрятана. Он за этим особо-то не следит. Для него это просто обычная SPA-шка, обычный деф-менеджер и дашборд. И здесь нет даже такого сильного изменения девелопер-экспириенса в том плане, что когда мы работали с SPA-шками, мы просто писали yarn run start. Здесь точно так же, и оно просто все работает. И не нужно даже в конфигурацию смотреть. Более того, даже в деф-менеджер не нужно заходить, потому что ты туда заходишь, если ты хочешь что-то потестить из другой среды. А чаще всего тебе достаточно тестинга. На этом у меня все. Спасибо. Можете голосовать за мой доклад. Спасибо, спасибо. Присаживайся. Давай поговорим, ребята, напоминаем за лучший вопрос. Как всегда у нас книжечка. Так, смотри, тут даже первый вопрос прилетел. Насколько часто для разработчиков в вашей компании операция создание нового приложения? Проводили ли вы опрос и исследования, как много и как часто разработчики вне вашей платформы команды пользуются написанными вами сервисами? Смотря речь о каких сервисах. Например, у нас есть общая платформа для Java проектов, и там используется 90% компаний. Если брать JS проекты, то там уже поменьше процент. Поэтому так бы я ответил. Зависит от платформы. То есть, что именно мы хотим смотреть. Касательно микрофронтов, если говорить, то подход сильно не распространен, можно сказать. Это не вышло дальше в рамке внутренних проектов. У нас микрофронты используются, кроме нашего портала, который мы разрабатываем еще в одном месте, но в проде именно во внешку нет. Потому что всегда находились другие решения с помощью которых можно достичь, в принципе, того же эффекта, но не экспериментируя с подходами. То есть, как-то так. И для бизнеса это же выглядит надежнее. То, что мы сделаем, как обычно, может, не так хайпово будет звучать, но оно будет работать и не хуже при этом. Вопросик, который я тебе в свое время задавал. А вот в open source, это, ну, типа, короче, будет в open source, нет? Там есть в open source только вот этот плагин, который собирает манифесты, остального пока не предвидится. Может, когда-нибудь будет, но таких планов нет. Но вы сами не планируете затащить свою реализацию? То, что микрофронтов. Пока не планировали, таких планов не было. Зря. Мне кажется, было бы круто. Слушай, тут сейчас спрашивают, что насчет Vita. Есть ли у него плагины, чтобы можно было сделать такое для вьюшки? Ну, для вьюшки. У Vita при билде работает с рулапом, а в деф-режиме с из-вилдом. Насколько я помню, там есть плагин, который называется модуль федерейшн, плагин прямо. Поэтому в целом, да, но вот собрать инфу об этом билде тяжеловато, потому что у тебя и в деве, и в проде совершенно разные вещи. На самом деле мы экспериментировали с этой темой, и ощущение для того, чтобы добиться 100% совместимости между разными бандлерами, необходимо отказаться от общих зависимостей, которые выносятся, потому что в них обычно основная как раз такие проблема, когда мы начинаем что-то шарить. И плюс так смотрим еще, как у других устроено. Большинство у нас выносит React, React-Dom, и может быть что-то еще. А в действительности у нас дублирование кода все равно есть. Эта история полностью не про перформанс, и зачем нам вообще эти зависимости шарить, иногда возникает вопрос. Ну, кроме того, чтобы добиться синглтона какого-то. Вот, как-то так. Слушай, огромный плюс микрофронтов заключается в том, что при падении одного фронта остальные не страдают. Но ваша схема выглядит так, будто при падении Discovery API упадет все фронты разом, и главное, польза теряется. Думали вообще в этом направлении? Во-первых, у нас Discovery поднимается в нескольких инстансах отдельно для внешнего окружения получается, ну то, что мы наружу будем отдавать, и для внутреннего уже чуть-чуть риск снижается. И второе, можно настроить фаллбек стратегии на то, куда нам нужно, откуда нам взять этот entry point в случае, если у нас скрашнулась вот эта Discovery. Мы с этим экспериментировали, но не внедряли, потому что оно осталось во внутрянке, и как бы усилия не стоят на данный момент. Но, в общем, здесь рецепт один, это фаллбек стратегии на то, как мы будем загружать. Грубо говоря, по специальному пути отводим где-то в одном месте, где это мы будем хранить. А какие проблемы в ваших внутренних сервисах решил переход на микрофронты? У нас вот как раз конкретный юскейс был, то, что мы хотим свести все наши сервисы в единое такое пространство. Плюс, причем у нас уже их… Мы их пишем не часто, но их уже было много. И мы как раз хотели, грубо говоря, такой дешевый переход сделать, где мы сможем быстро это все соединить в единое приложение. И как раз вот запуск новых сервисов тоже это решает, так как не нужно разбираться в какой-то большой монолитной базе, так как сервисы для разработчиков, они могут писаться в том числе и самими разработчиками, то тут ты полностью как бы изолируешься от того, что мы там что-то написали свое, взял, сделал, как тебе привычно, на каком-нибудь хакатоне и вставил. Так что да. А как решается вопрос коммуникации микрофронтов? Да, вот это самый, кстати, страшный вопрос. Если говорить о нашем подходе, то мы, короче, избрали подход максимальной изоляции друг от друга. У нас каждый микрофронт, во-первых, рендерится не как компонент в другом микрофронте, а отдельно через React.dom создается новое дерево, которое… И таким образом мы, во-первых, не зависим полностью от версии реакта, которую мы сейчас используем, а во-вторых, такой подход как бы тебе еще явно говорит, что если твои микрофронты, им нужно как-то коммуницировать, они, возможно, вообще не являются микрофронтами. У нас, например, иногда возникает желание, чтобы микрофронты начали ссылаться друг на друга, перекидывать туда-сюда, и тогда возникает вопрос, возможно, это неправильное было разделение на микрофронты, и это является единым приложением. Если все-таки такая необходимость есть, то смотря какая коммуникация нужна. Если это вложенность, то есть мы с parent of children хотим что-то передать, то можно спокойно это делать на уровне пропсов. Если какая-то вот соседняя коммуникация, то какой-нибудь event bus заюзать и все. Как вариант. Ну что ж, спасибо тебе большое. Давай будем выбирать лучший вопрос из тех, которые ты услышал. Про discovery. Про discovery? Который упадет, да. Discovery, который упадет. А где он тут? А, да, я все вижу. Хорошо, отлично. Спасибо тебе большое за доклад. Ребята, поаплодируем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok